всем привет здравствуйте девчата мы сегодня с вами как обычно в четверг по четвергам встречаемся проводим прямой эфир и в сегодняшнем нашем задании с вами сделать несложные быстрые дизайны с коллекции гель-лаков которая вышла совсем совсем недавно называется коллекция это у нас golden safari значит номера гель-лаков 439 440 441 442 43 и 44 6 оттенков вот под общим названием golden safari да это такая новиночка от компании эми и сегодня и как каждый четверг в два часа дня с вами буду я наталья клюгина я инструктор работаю школе екатерина мирошниченко в городе ростове-на-дону в принципе здесь и здесь у нас и головной офис как бы наши нашей компании вот и значит я представилась представила новые гель-лаки и мы в принципе с вами начнем да и так значит здесь вот есть виолета яковлева написала нам наташенька добрый вечер о добрый вечер ведь вечер это же где-то уже в сибири здравствуйте привет девчата короче так приятно что есть постоянные слушатели я все время вот у меня нету времени чтобы вот прямо взять я вечно все прямые эфиры смотрю в записи в какой-нибудь потому что вечно не хватает времени хочется иногда и катю и веру мирашниченко послушать но это не бывает вот так вот раз и на месте вот и так значит о владивосток ничего себе тепло у вас виолетт тепло у вас же столько же солнечных дней сколько и в сочи в владивостоке вот значит жара видите это классно блин у нас тоже жара в ростове настолько только начинает раскочегариваться ростов-на-дону вот и конечно тепленько на улице радуемся каждой капельке дождя ну все таки еще месяц целое лето и надеюсь что еще сентябрь у нас будет теплый как будто летний месяц ну возвращаемся в золотую сафари да в golden сафари значит что нам пишет наш рекламный отдел каждая те на коллекции golden сафари передает дух путешествий ну да конечно сафари это конечно же путешествие мы вот не зря проводил восток заговорили это настоящая история вдохновленная природными красотами да на самом деле такие знаете как бы натуральные такие оттенки интересные уникальное сочетание оттенков и текстур которые позволяют создать неповторимый образ для любой девушки но на самом деле можно создать создать любые образы с этими гель-лаками да и при покрывать ноготочки люби любителем любых дизайнов ну однотонное покрытие само собой очень красивые перламутровые такие красивые оттеночки но и сейчас я вам сегодня покажу какие можно сделать дизайны ну например это вот моя фантазия так сработала так значит и теплые песочные золотистые цвета не только подойдут для любого оттенка кожи но и добавляет яркости и энергетики маникюру шиммер в составе оттенков придает невероятный блеск и раскрывает глубину цвета высокопигментированная формула обеспечивает стабильные цвета на протяжении всего периода носки и благодаря идеальной вязкости гель-лак быстро сама выравнивается и сохнет в лампе ну на самом деле как бы даже хочется сказать что я значит естественно покрыла типсики перед тем когда сделать какие-то дизайны посмотрела на них вот все типсы девчата у меня прозрачные типсы прозрачные то есть как бы и гель-лаки нанесены в один слой в один слой на прозрачный типсин так чтобы интересно было видите вот она изначально прозрачна и в один слой все цвета нанесены ну конечно же с точки зрения экономии да вот значит покрыты в один слой покрыты глянцевым топом все абсолютно плотные вот эти мне сильно 2 понравились вот эти вот так они прикольно сочетаются что хочу сказать ну в идеальный конечно они в градиенте то есть переход цвета из них получается просто супер пупер значит благодаря идеальной вязкости так я сказала что сама выравнивается и сохнет в лампе очень быстро ну кисточка конечно вот эти сейчас удобные которые полукругом очень близко можно покрыть кутикули в принципе все я посмотрела что нам дают какую красивую информацию рекламщики они все-таки такие да красиво все это дело преподносят вот ну и плотный цвет это я сказала выравнивается сказала и классно в один плот в один цвет в один слой лежит на ноготочках ну если покрыть два слоя то конечно же еще будет плотней так это вот оттеночки гель-лаков да ну а теперь тогда я вам предлагаю разные на разные вкусы цвет да то есть как бы варианты дизайнов значит ну например вариант для тех кто не любит цветочки для тех кто не любит цветочки бабочки например я связала их вот с такими вот звериными до окрасами эти цвета сочетании с черным с моим любимым цветом очень красиво смотрится значит что использовала ну конечно же пластину для стемпинга вот такую вот животными принтами вот смотрите очень классно будет смотреться и зебра варианта и вот такой вот леопард сделала прикольных то есть как бы смотрится вот эти полоски будут очень здорово смотреться я не буду даже называть вот конкретно не буду прямо прям продвигать прямо сейчас простину от эми на самом деле очень много видела пластин от разных других компаний именно вот животными принтами особенно в этот раз меня прямо задело вот этот вот питончик да вот это вот змеиный вот этот кусочек кожи и вот например с помощью естественно черного лака от компании ими да можно просто им пасты так не получается четко все таки красочка нужно вот она видите черная 02 до для стемпинга лак и получается вот такой вот красивый вариант видите вот в коже рептилий классно сочетается с черным цветом плюс вот этот вот черный рисунок рептилий ну это так вариант например с леопардом до в том же цвете то есть получается этот вариант и для тех кто не любит никакие цветочки никакие там бабочки да вот такое вот ничего не нужно а вот четко лаконично и все понятно что на всех пальцах этого делать не нужно да то есть мы можете просто сочетать полностью темный ноготь да и плюс кусочек какого-то орнамента вот на таком красивом перламутровом коричневом цвете вот можно будет сделать принципе любой вариант вот какого-то принта так ну и конечно же сделала варианты дизайна с перепугу тем кто например ну не любит вот например змеиные там леопардовые принты например очень любят цветочки например вот такие варианты тоже в перламутровом вот в этом цвете красивый фон получается и пластину для стемпинга взяла сейчас же модно видеть все делают стемпинг узоры цветы узоры по мотивам наших всяких там слайдеров вот и получается вот такие вот цветочки видите вот я лилии брала, там, например, раскрашивала. Вот такой цветочек брала, раскрашивала. Вот, пластиночка вот такая у нас в ход пойдет. И у нас получились вот такие вот красивые цветы. То есть, ну, от руки, в принципе, можно нарисовать, но, если честно, у меня так мелко не получается. Поэтому, если я делаю стемпинг, допустим, отпечаток с помощью техники стемпинг, то как раз-таки прикольно отпечатал и потом просто их скажите, просто заполнил краской. Можно, например, гелевой краской заполнить да закрыть топом. Но я, естественно, на все это делала с помощью эмпасты. Эмпасты белый, белый рафинад. Такая, знаете, краска эмпаста, гелевая краска безостаточной липкости всех времен и народов. Можно рисовать под топ, да, под верхнее покрытие, а можно рисовать на верхнем покрытии. В принципе, что я и сделала. Итак, для любителей абстракции вот такой вариант сделаем сейчас, да, какой-нибудь из них. И для любителей цветочков сделаем вот такой вариант. И все это очень красиво, на красивом перламутровом коричневом цвете. Я, конечно, прям влюбилась. Вот этот цвет красивый. Вот. Ну, красивее, чем черный френч, ничего на свете нет. Итак, ну что, потихонечку начнем, правильно? А можно с градиентом и цветами? Да, и мы сделаем, я и говорю, что мы сейчас делаем один с цветочками, с градиентом, а один вариант сделаем вот с такой вот, например, рептилией. Итак, значит, что нам потребуется? Ну, во-первых, конечно же, типса. Ну и давайте мы сейчас быстренько сварганим градиент, потому что градиент – это как неотъемлемая часть дизайнов у нас. И как бы хочется же, понимаете, пока делаешь одну типсу, чтобы задействовать в ней один цвет, а парочку цветов. Правильно же? Так, итак, ну давайте сделаем какой-нибудь светленький с каким-нибудь темненьким. Так, возьму 400, например, 42-й цвет, ну, посветлее который, и который самый темный из этой коллекции, 444-й. Итак, на подготовленную поверхность мы с вами… Давайте с какого? Давайте с темного начнем. Давайте темная будет кутикула у нас, а свободный краешек будет светленький. Итак, оп, все из-под рук уберу. Значит, на просушенный ноготочек наносим гель-лак, который, ну, как бы два цвета, да? Верхний цвет мы наносим примерно там на 1 третью, на 1 четвертую часть ногтевой пластины, а нижний цвет наносим, соответственно, на 3 четвертых части или на 2 третьих части, ну, кому как больше нравится сказать. Самое главное – слой не должен быть толстым, слой должен быть тоненький, аккуратненький. Вот, и, естественно, верхний цвет занимает меньшую часть ноготочка, а нижний цвет занимает большую часть ноготочка. Кисточка для градиента. Мы, девчат, не моем кисточки в обезжиривателях, вот сто на содержащих растворах, мы уже неоднократно об этом говорили. Самый лучший способ промыть кисточку перед началом работы – взять капельку базы. Капельку базы и просто промыть кисточку в капельке базы с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. Все, промыли и вытираем просто салфеткой. Это может быть безворсовая салфетка, это может быть безворсовая, это может быть влажная салфетка, любая, в принципе, кому как удобно. Так, и прежде всего, чтобы этот градиент получился быстро и легко, а на самом деле цвета смешиваются очень легко, поэтому я аккуратненько примерно от середины верхнего цвета движением кисточки сверху вниз подмешиваю верхний цвет с нижним цветом. Видите, вот немножко получается верхний цвет, смешанный цвет и нижний цвет. И теперь аккуратненько чистой кисточкой кисточкой вытираем и чистой кисточкой, начиная от кутикулы туда-обратно и чуть ниже, двигаемся по ноготочку в одну сторону, возвращаемся и чуть ниже. двигаемся в одну сторону по горизонтали да вот по горизонту и аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний все стянули вниз смотрим ваша задача добиться плавного перехода цвета до в первом слое чтобы не было резкой границы можно конечно же сейчас повторить еще разочек я наверное повторю но цвета видите они вот благодаря большому содержанию шиммера вот этого до перламутра внутри себя и по за счет этого как бы очень легко делать градиент из одного цвета другой конечно же сейчас ярко цвета появится после того как мы с вами сделаем второй слой ну а пока все излишки убираем просушиваем 30 секунд и наносим еще раз все в том что все в такой же последовательности а я пока верну на экран варианты и скажу что мы сделаем например вариантом допустим давайте там с лилиями потому что это не принципиально важно вот потом мы будем задействовать стемпинг да и дальше если вы давно не разукрашивали разукрашку как раз самое время то есть мы сделаем отпечаток с помощью пластины для стемпинга да и потом рисунок этот разукрасим не будет принципе очень даже прикольно так и теперь наносим еще разочек так слой должен быть очень очень тонким все тоже самое пропорция принципе меня устраивает и количество более темного оттенка и количество более светлого оттенка так тоненьким 100 очень тоненьким слоем не надо делать очень жирное покрытие ни в коем случае толщину ногтевой пластины вы не должны увеличивать за счет цветного покрытия вы делаете укрепление базой а гель-лаки цветное декоративное покрытие вы делаете очень тоненьким слоем так смешала два цвета между собой тут принципе достаточно больше не надо ничего перемешивать и теперь аккуратненько от кутикулы вниз туда-обратно чуть ниже опускаемся двигаемся по ноготочку смыслами что мы с вами натягиваем верхний цвет на нижний я обычно знаете в классе говорю и пусть хоть дед мороз дверь войдет мы не должны с вами прерваться не на секундочку доходим до самого конца убираем излишки и в принципе покрытие у нас готово а какой это был номер светлый до светлый это я сейчас взяла 442 номер и 444 444 так предлагаю в работу добавить мои самые любимые шермиконы это золотые полосочки до золотые линии и черные линии черные достала шермиконы обожаю эти шермиконы вот например золотые линии 117 так они классно смотрятся ничего лишь 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 него как говорится да и здорово ну и можно взять какой-нибудь чисто так для важности событий добавить какой-нибудь там надпись например до полосочки но мы например на один вариант не будем добавлять во втором варианте добавим чуть позже так значит шермиконы шермиконы лучше всего наклеить конечно же на теплос многие мастера просто вытирают дисперсию я не рекомендую вытирать дисперсию вроде как процент вероятности сколов все-таки увеличивается если вы дисперсию убираете поэтому ну кто-то вытирая держится замечательно а вот поэтому мы все-таки рекомендуем приклеивать наклеечки до наклеечка шарми кончики это наклеечки от компаниями а вот и значит скажите что приклеиваем на поверхность которая не липкая то есть идеально гладенькая и ровненькая очень тоненьким слоем покрываем так если вы прошу прощения меня тут телефончик надо выключить а то весь звенит так все выключила нас не беспокоили так теклос просушиваем 30 секунд теклос это топ без липкого слоя думаю что в любой гелевых системах даже если вы не работаете на компанию на материала компаниями любой гелевой системе есть гелевая края гель-лак который является топом глянцевым топом без остаточной липкости да то есть как бы в топом так в нашем случае теклос это топом без липкого слоя просушиваем так ну и давайте пару каких-нибудь там полосочек приклеим вы не против мне нравится добавлять какие-нибудь такие интересные с этой стороны давайте прям вот так естественно убираем лишнее лишнее так сейчас мы обрежем чтоб ничего нигде не торчало если есть желание можно еще вот так сделать но это так она будет еще по блестке будет смотреться дорого богато знаете как положено в городе ростове-на-дону все лучшее сразу перлак перламутровый с блестками да плюс какие-нибудь еще наклейки чтобы блестели да еще потом камушков сверху насыпать прикольно будет если мы с вами добавим еще и черную полосочку будет более выразительно золото для красоты для более выразительного дизайна и добавим еще черную полосочку смотрю прям почти ровно наклеила ну половина закроется цветочками поэтому принципе сильно не будет видно поиграемся не знаете нравится такие составлять дизайны которые как конструкторы до как конструктор похоже так и вот здесь излишки можно не выкидывать их можно вернуть обратно на носитель мало ли кто-то придет с маленьким ноготочком где-нибудь там на руке да и можно будет прикрепить так все это у нас есть теперь осталось как раз у нас нету липкости и мы теперь с вами можем запросто взять пластинку да и отпечатать цветочки прошу прощения так давайте чем убрать сейчас уберем так положила пластиночку и так это узор цветы и узоры да по-моему называется так по мотивам слайдеров у нас раньше были такие слайдеры теперь вот слайдеры не нужны теперь классно вот есть пластина на все случаи жизни так ну вот видите вот эту лилию хочу я взять и так черный лак подушечку для стемпинга есть и теперь аккуратненько нанесли лачок да все лишнее убрали легкое легкое прикосновение не давить от слова совсем убираем что нам не нужно и отпечатываем то что нам нужно так давайте вот один цветочек вот сюда прям повыше на пересечении так и еще разочек я даже попытаюсь сейчас не вытирать а прям сразу сейчас на краешки просто сюда у меня не допечатался один лепесточек но я сейчас немножечко схитрю чтобы просто времечко не терять я сейчас возьму тоненькую кисточку и чуть-чуть дорисую этот кусочек буквально тоненькой кисточкой видите у меня тут вот чуть чуть не допечаталась я просто не стала вытирать и поэтому краска забилась естественно вот так и вот так сейчас мы кисточку промоем тоненькую капелька базы капелька базы быстрее кисточку промыла и сейчас взяла тоненькую кисточку который мы все время работаем 5 дробь 0 белая синтетика 5 дробь 0 до 1 синтетик и чтобы не переделывать отпечаток хотя можно было бы конечно же заморочиться но я просто сделаю вот таким вот образом дорисую вот маленький кусочек лепесточка потому что я все равно буду его заполнять краской поэтому страху никакого вот так немножко доделаем так все есть и еще такой момент значит хочу узнаете как бы сделать так чтобы вот например тычиночки или там стебелечки вымышленные немножко поблескивали в этой во всей истории в этой всей истории хочу немножко добавить блеска если мы с вами на тычинке отпечатаем например фольгушечку я понимаю что вы сейчас можете мне сказать ой пытаемся впихнуть вот все что можно на самом деле на выходе будет очень даже интересно получается вот смотрите видно вот цветочек и вот у него вот тычиночки видите вот так вот аккуратненько прошиты золотой вот золотой фольгушечкой и тогда получается очень прикольно видите вот прошито золотой фольгой и смотрится очень даже забавно вот и для этого девчат нужно будет нам перекрыть ноготочек топом teclas но в любом случае нам закрепить надо и наклейки да нам нужно закрепить с вами наклеечки рисуночек выровнять поверхность и просушиваем просушиваем минутку а лучше 2 я поставлю на минутку пока будет сохнуть это этот вариант девчат мы сразу подготовимся с вами ко второму варианту который у нас с вами без всяких цветочков до четко лаконично вот в таком вот красивом зверином таком вот вкусе вот значит мы с вами возьмем например ну пусть это будут те же например гель-лаки из той же коллекции 442 светлый цвет и я нанесу вот таким вот образом через весь ноготочек по центру перламутровую вот такую вот красивую полосочку она может быть чуть шире чуть туже но это на ваше усмотрение по бокам будет потом черный гель-лак поэтому смотрите как вам больше нравится даже если эта полоска получится криво нанесена мы потом с вами по бокам закроем черным и выровняем центр ноготочка так просушиваю так пока вот подняла голову смотрю меня спрашивает оля чем вы промываете кисть 5 дробь 0 белая синтетика вся топорщица но если уже топорщица наверное она уже обещала долго жить на самом деле кисточки девчат искусственные ни в коем случае нельзя мыть в 100 на содержащих раствор ацетонно содержащих растворах в спирто содержащих растворах нельзя мыть в обезжиривателях нельзя мыть в ацетонах значит кисточки после работы я например оставляю всегда в гели и ложу ну естественно выкладываю все это дело в пенал а перед работой промываю капельки базы и вытираю салфеткой значит если вдруг например у вас там гель заполимеризовался пылью забрелась кисточка она начинает торчать топорщица все стороны кстати такое с ней происходит вот именно потому что волокно синтетическое она пересыхает в эстоне в спирту и получается она начнет пушиться и кисточки конечно дорогие превращаются в щеточку для втирания пыли вот поэтому мы например все-таки рекомендуем промывать в капельки базы вытирать либо влажной салфеткой либо без ворсовой салфеткой но если у вас уже такое случилось я часто в классе практикую такое нужно обязательно взять влажную салфетку маленькую капельку там две-три капельки капнуть ультрабонда или праймера и аккуратненько прокрутить кисть в этой в капельке ультрабонда или праймера прокручиваю и немедленно вытираю влажной салфеткой потому что если ультрабонд останется он же получается как клеевая основа правильно как двойной скотч то есть он липкий и получается что все волосочки кисточки слипнутся воедино, поэтому промыли в ультрабонде или в праймере, обязательно сразу аккуратно-аккуратно вытерли все это дело влажной салфеткой, погрузили в капельку базы, и после этого кисточка становится опять нормально в работоспособном состоянии. Некоторые мастера рекомендуют в крутом кипяточке промывать кисточки. Честно, так не делала, не знаю, поэтому вот капелька базы вам в помощь. Все, а мы пока с вами продолжаем, да, значит, я хотела, чтобы у меня стебелечки и там тычиночки были блестящими, поэтому я теклосом покрыла, теперь я возьму бафик и бафиком забафлю. Я уберу с экрана сейчас, просто чтобы было понятно, я хочу, чтобы у меня фольга отпечаталась четко, потому что будет такая, знаете, как ювелирная работа, только тычинки и там, и мысленно стебелечки. Все, поверхность забафили бафиком. Я сейчас так посильнее. Все, теперь фольга отпечатается только туда, куда мне нужно. Все, забафили, и, естественно, мы с вами берем салфетку и убираем пыль, которую напилили, которую запилили. Это можно сделать с помощью обезжиривателя. Все, теперь с помощью, опять же, тонкой кисточки и черной гелевой краски черный тюльпан. У меня тут лежит тюбик такой рабочий. Так, гелевая краска, черный тюльпан, не импаста, а именно гелевая краска. У гелевой краски есть липкость, на которую отпечатается наша фольга. Так, убираем все с экрана, а то, чтобы резкость была у нас только конкретно на типсе. Так, и буквально вот тычиночки, они будут золотыми. Постараемся это сделать как можно тоньше. Вот тычиночки внутри будущих наших беленьких цветочков. Так, вот стебелечек мы нарисуем. Здесь тоже сделаем вид, что есть стебелечек. И можем даже вот так перевернуть и сделать вид, что куда-то туда дальше уходят веточки. Они будут поблескивать на нашем перламутровом фоне. Будет очень хорошо. Давайте еще основание добавим. Ну, раз уж мы все лучшее сразу, конечно, что это можно и как бы и не делать. Четкости нет. Нам написали, что нет четкости. Девчата, посмотрите. Я вроде бы все с экрана убрала, на что берется... Давайте мы вот так чуть-чуть увеличим. О! Итак, черный тюльпан. Черный тюльпан, девчата, гелевая краска с липким слоем и на него очень хорошо отпечатывается фольга. Я проверяю работы, ну, курирую работы, да, куратором, работаю в онлайн, в школе ими. И часто, вот, девчонки, например, когда выполняют задание, я часто пишу там, попытайтесь более качественно отпечатать фольгу, попытайтесь там еще раз выполнить задание. Что хочется сказать? То, что все-таки качество дизайна зависит от качества используемых материалов. И ни в коем случае я не пытаюсь там навязывать, допустим, там, продукциями, потому что все люди разные, все работают разными материалами. Но просто, знаете, вот хочется как бы, ну, не то, что там похвастаться материалом, просто хочется сказать, что да, действительно, он классный вообще, никаких проблем с ним нету и у всех абсолютно получается работать с краской. Вот. Значит, пока сохнет наш черный тюльпан, а сушить мы его будем одну минуту, я вернулась ко второму варианту, потому что мы же его все равно с вами должны доделать, такой простой, лаконичный. Просто, чтобы фон был интересней, можно взять и на светлый просушенный вот так аккуратненько добавить несколько пятнышек каких-нибудь темненьких. Я даже переворщила. Сейчас уберем. Кисточку для градиента взяла, девчат. Хотела прям совсем чуть-чуть, но получилось. Ну, ничего страшного. Опять же, дорого-богато. Немножко понатыкаю таких темных пятнышек. просушиваем. Так. Так, а, девчат, а сейчас слышно, видно? А то что-то это самое. Я вроде бы настроила. Все у меня тут хорошо. Все вроде движется. И ваши сообщения вижу, читаю. так, там маякните как-нибудь, что видно и слышно нас. Так, просушиваем фон, а здесь отпечатываем фольгу. все видно и слышно. Нам написали хорошо. Давайте вот так чуть-чуть повыше. Так, ну, нажали, подержали, оторвали. Это такое довольно-таки известное всем упражнение. Нажали, подержали, оторвали. Я часто прикалываюсь, так. Сейчас, конечно, камера. Сейчас я, девчат, допечатаю, где не допечаталась. Так, и попытаюсь сделать вот так. Смотрите, вот оно все, все отпечаталось, все блестит. Даже типсотворился. Все, вот у меня, получается, тычиночки, стебелечки поблескивают. Все, девчат, закрываем все это дело теклосом, и уже будем, дальше выполнять дизайн по готовой поверхности. Так, закрываем фольгу, естественно. Все, и уже на готовую поверхность, в данном случае, да, на готовую поверхность. Кстати, поверхность могла быть и матовой, только единственное, что фольгу, да, тогда мы все-таки отпечатали же фольгу, пусть она блестит. Если матовым перекрыть, она, конечно, так блестеть не будет, будет просто как металл, такой, знаете, как бы без блеска. Так, ну, а пока сохнет наш первый вариант, давайте мы добавим в работу второй вариант, да, значит, можно взять, например, еще раз повторю, там всякие леопардовые пятнышки, там, вот, зебра, да, может быть, у вас какие-то есть пластины с какими-то другими, какими-то звериными принтами, вот, но я возьму, вот, мне очень понравилась такая вот змея-змея. Так, и что мне нужно? Подушечку, красочку, так, поехали. Заполняю лаковой краской, а можно не полностью было, потому что у меня там все равно все убрали лишнее, и на подушечку не давлю от слова совсем легкий-легкий накат, чтобы подушка даже практически не деформировалась, вот, все у нее набралось, так, выставляем прямо красиво, все это видно, как раз хватило четко, так, и лак, он же высыхает на воздухе, причем очень быстро высыхает. Дальше возьмем с вами черный гель-лак, черный глянец в нашем случае, это номер 30, и прокроем бока. Аккуратненько. С одной стороны и с другой стороны. так можно сделать любую часть, да, ногтевой пластины, я потом фотографию оставлю, сделайте скриншот, то есть вот эту вставку, змеиную, или леопардовую вставочку, или тигриную, или змеиную, можно сделать, конечно же, в любом месте. Так, просушиваем, сейчас я верну на экран, видите, вот можно, я вот сейчас делала по центру, видите, можно было там половинку ноготочка покрыть черным цветом, а вторую половинку таким вот красивым перламутровым коричневым и поставить отпечаток. разделить на две части, и все, сейчас делала вот такой центральный, можно было там только до половинки, верхнюю часть, видите, интересно, просто так сочетается и смотрится очень круто, потому что за счет фона, за счет рисунка этого черного, ну, для любителей темных, да, покрытий. Так, естественно, да, если мы захотим приклеить какие-то наклеечки, разделить вот эти части, да, друг от дружки, то, конечно же, мы покрываем топом Teclas, уже говорила, что некоторые мастера просто вытирают липкий слой, но мы рекомендуем все-таки перекрыть топом безостаточной липкости, и в нашем случае это будет Teclas. Так, просушиваем. Так, ну и волей-неволей вернулись к нашему предыдущему варианту, немножко недоделанному, да, это у нас вторая тема за сегодняшний мастер-класс, это вот такие варианты тоже, да, на перламутровом красивом, вот этих вот золотом сафари, красиво смотрится, например, белые цветы, и меня вот с лилиями сильно прям, сильно прям меня так вставило это дело. Так, о боги, это великолепно, пишет нам Маша, теперь знаю, что сделать, спасибо большое, прикольно, а вместо наклеек можно использовать ленту, я про золотые паузки, Елен, конечно, можно все, что угодно, можно от руки нарисовать, не обязательно там ленту, да, можно же взять и от руки расчертить, вот, просто единственное, когда сейчас очень много всяких вот этих наклеечек, шермикончиков, на самом деле, даже не хочется заморачиваться, честно, уже, знаете, настолько, как бы, это все есть, там, взял, приклеил, присоединил, самое главное, чтобы все это стояло и держалось, правильно, не отвалилось, вот, и, значит, выделяем вот эту зону нашу отдельную с вами, тут все просто, с одной стороны, я уже сто раз говорила, что мне вот очень сильно нравятся золотые линии, черные линии, есть еще серебряные и белые, так как я любитель черненького цвета, мне, конечно, вот сильно заходит черный и золотые, так, все это дело приклеили, ну, просто, чтобы граница была четко, ой, кстати, кто-то меня поддержал, Лена, от руки не надо, да, ну, я тоже такого же мнения, зачем, если все это уже придумано, надо просто взять и воспользоваться, то, что уже есть, да, как бы, я считаю, что многие компании выпускают вот эти наклейки, линии, полосочки, цепочечки, все лишнее убираю, сразу аккуратно, да, тоненькими ножничками, я думаю, что у всех в работе есть, сейчас следите за тем, чтобы никогда не торчали, да, наклеечки со стороны свободного краешка, обязательно смотрите, чтобы вот бафиком там, чтобы нигде ничего, даже можно на миллиметр, на миллиметр короче сделать, чтобы ничего нигде не торчало и не выглядывало, так, ну, давайте что-нибудь сюда прилепим, свобода, вот так, ну, я по золотишечку, опять же, прошлась, все, девчата, закрываем, конечно же, топом, топ может быть любым, ну, опять же, матовый топ не вижу, в войну, как бы, здесь вот, нет, у меня не возникло желания ни одного раза покрыть матовым топом, знаете, почему, потому что перламутр же тоже, ну, конечно, будет виден, но он потеряется, вот этот красивый шиммер мелкий, вот, в коричневых оттенках, и получается, как бы, очень, нету смысла, вот, значит, покрываем и просушиваем, это наше, вот мы быстренько доделали, ну, это, к слову, да, о быстрых вариантах дизайна, это вот в таком вот стиле, видно, вверх, вниз, середина, там, и так далее, и с любым красивым каким-нибудь звериным принтом, вот, все четко, лаконично, да, ну, и для любителей цветочков, для любителей цветочков, мы теперь берем с вами белую эмпасту, эмпаста, это гелевая краска, которую можно рисовать по готовой поверхности, берем наши лилии, которые мы с вами отпечатали, я вот только сейчас подумала, зачем две отпечатала, ведь можно было одну, и было бы быстрее, но теперь придется заполнить все, что напечатала, а еще не очень удобно под камерой, ничего, я думаю, что справимся, так, кисточка тоненькая, естественно, пасточка беленькая, единственное, сейчас придется так покрутить немножко ноготочек, но клиентке вы тоже можете попросить и повернуть, и наклонить ноготок, кстати, если, например, вы будете работать белой эмпастой от компании Эми, белый рафинад, и вам покажется, что эмпаста довольно-таки густая, можно в эмпасту добавить капельку топа без остаточной липкости, но в нашем случае можно было бы добавить теклос, теклос топ без липкого слоя, вот, поэтому, если у вас есть какой-то любой другой топ без липкости, то можно его маленькую капельку, только если мы говорим маленькую, это значит прям вот маленькую микрокапельку добавляете, эмпаста становится чуть-чуть жиже, и ей будет легче разукрашивать любой рисунок, который вы, в принципе, там захотите, да, как бы разукрасить. Я сейчас тут так интересно вывернулась под камерой на камеру, ну, не совсем вижу, что делаю, но я думаю, что, если я опозорюсь, то не очень сильно, потому что очень неудобно, ну, ладно. Лепесточки такие делятся на две части, я вижу на рисунке, так, следующий лепесточек, а еще, я думаю, что многие знают, есть такой материал, как бархатный песок, да, и уж для любителей вообще острых ощущений, можно еще взять, разукрасить, например, да, цветочки или какой-то орнамент, который, может быть, вы в этой же технике будете выполнять когда-нибудь, можно на непросушенную гелевую краску насыпать бархатный песок и просушить вместе с краской, и получится бархатистая, да, такая поверхность. Многие бархатный песок заменяют акриловой пудрой. Ну, акриловая пудра у меня такая, фракция больше, такая очень мелкая, конечно, не такой эффект получается бархатный, как от бархатного песка, но и тем не менее, все равно поверхность получается такая прикольная, на ощупь такая интересная, для разнообразия, в принципе, можно было бы. Так, ну, тут я лепесточки, помните, да, немножко дорисовала, просто не стала вытирать и перепечатывать, потому что знала четко, что я все равно заполню это все дело эмпастой, поэтому сейчас все это дело прикроем красивенько, ну, насколько, настолько, насколько получится красивенько. Осталось нам совсем чуть-чуть. Я, девчат, сейчас, может быть, кто-то позже присоединился. Цветы с помощью стемпинга, конечно же, поставила на поверхность, не рисовала их от руки. А вот сейчас занимаюсь тем, что просто раскрашиваю лепесточки. Понятно, что сильно мелкие будет тяжеловато раскрасить, но и тем не менее, можно. И тем не менее, можно. Так, сейчас вот здесь вот еще лепесточек, который я тоже дорисовала. И вот с этой стороны осталось совсем чуть-чуть. То, что мы отпечатали фольгой, девчат, ну, немножко заморочились, конечно, но она просто прикольно вот пронизывается через все цветочки. Так, тут вот они такие ярко выраженные. Сейчас мы их чуть-чуть прикроем. Вот так. И вдоль веточек добавим несколько беленьких точечек. В любой непонятной ситуации поставьте несколько маленьких беленьких точечек. Самое главное, не переборщить, чтобы это смотрелось так, знаете, как бы воздушно. И все. И дизайн готов. И вот сейчас, да, если я говорила, уже вспоминала про бархатный песок. Вот как раз тот случай, да, когда можно было бы взять сейчас бархатный песочек насыпать на лепесточки, и они бы еще были бархатными. Бархатный песок – это материал, который сыпется на готовые ногти. Ну, мы ограничимся просто белой импастой. Просушиваем. Просушиваем. Возвращаем этот вариант сюда, к нашим звериным принтам. Вот таким образом. Слушайте, мне очень нравится сочетание черного и вот этого красивого перламутрового коричневого. Я надеюсь, что есть люди, которым тоже такой вариант по душе пришелся. И причем он очень универсальный. То есть вот здесь может быть любой принт, да, с любой пластиной, с любыми звериными принтами. А их сейчас, мне кажется, миллионы-миллионов. Вот. И варианты для любителей цветочков. Вот так. И все это, девчат, коллекция, которая вышла совсем-совсем у нас недавно. Сейчас я вам еще разочек скажу, что она называется у нас. Голден Сафари. Голден Сафари. Номера гельмлаков с 439 по 444. То есть 439, 40, 41, 42, 43, 44. Вот. Все они с перламутром, с таким шиммером. С мелким-мелким-мелким шиммером. Кто любит потемней, посветлей, неважно. Вот такие вот варианты. И без цветочков, и с цветочками. Кому что больше нравится. Ну что же. Надеюсь, мы были вам полезны. Девчат, как обычно, будем встречаться по четвергам в два часа. Пока ничего у нас в расписании не меняется. Вот. Я желаю вам всем творческих успехов. И, конечно же, побольше денежных клиентов. Удачи всем. И всего самого хорошего. До свидания. Продолжение следует.